В быту всегда может понадобиться подшить одежду или шторы. А уж если вы желаете заняться шитьем в качестве хобби или профессиональной деятельности, то швейная машинка – ваш главный инструмент. Электромеханические машинки самые простые и распространенные. Они надежные и просты в ремонте. Это оптимальный вариант для использования в быту, например, для сшивания простых тканей и подшива одежды. Компьютеризированные модели имеют высокие показатели точности и скорости шитья. В них можно реализовать самые замысловатые виды строчек и даже сохранить собственные шаблоны. Это отличный вариант для тех, кто хочет серьезно подойти к шитью. Есть еще электронные модели. По принципу работы они схожи с компьютеризированными, но не могут сохранять шаблоны. Качество шитья в первую очередь зависит от челнока. У качающегося типа низкая скорость и сильная вибрация. Он подходит, если вы не собираетесь шить много и часто. Сам челнок не должен быть выполнен из пластика, иначе на нем появятся трещины и зазубрины, а это скажется на качестве шитья. У горизонтального типа шпулька находится внутри самого челнока и менять ее проще. А вот регулировать натяжение нижней нити крайне неудобно. Кроме того, здесь можно использовать только те виды ниток, которые указаны в документации устройства. Вертикальный челнок имеет наименьшую вибрацию, высокую скорость шитья и удобное натяжение нити. Пропуски стежка, вероятность запутывания нижней нити или ее обрыв здесь минимальны. От количества швейных операций зависит комфорт использования устройства. Чаще всего их от 10 до 30 штук. Как правило, этого хватает как для домашнего использования, так и для профессионального. В компьютеризированных машинках число операций может достигать нескольких сотен. Ширина стежка влияет на прошив различных типов тканей, поэтому чем больше максимальная ширина, тем больше возможностей для шитья. Регулировка скорости шитья происходит при изменении силы нажатия на педаль. Чем сильнее давите, тем быстрее работает устройство. Плавная регулировка удобнее ступенчатой. При наличии электронного стабилизатора усилие прокола держится на одном уровне независимо от скорости шитья. С двойной иглой можно выполнить двойную строчку для повышения прочности шва на плотных тканях или просто для красоты. Шитье в нескольких направлениях дает возможность вышивать различные узоры или выполнять декоративную строчку без вышивального блока. Оверлочная строчка понадобится в обработке краев сыпучих тканей. Хоть она имитирует оверлочный шов, сам оверлок не заменит. Эластичная строчка незаменима для вещей, сделанных из трикотажа, так как любая другая будет рваться на тянущихся материалах. Ручное выполнение петли осуществляется с помощью строчки зигзага. В полуавтоматическом способе устройство выполняет операции автоматически, но пользователю необходимо вовремя переключать режимы. В автоматическом режиме достаточно подложить ткань и включить программу. Нити-вдеватель помогает быстро заправить верхнюю нить в ушко. Если вы решили выбрать горизонтальный челнок, то обратите внимание на автоматическую заправку нижней нити. Регулировка давления лапки на ткань пригодится для пошива одежды. Для тонких тканей требуется большее давление. На толстых, чтобы облегчить прохождение утолщений, меньшее. Рукавная платформа – это швейная зона меньших размеров, которая получается при снятии выдвижного блока. Она облегчает работу с рукавами и штанинами. Для работы с большими изделиями, такими как шторы или постельное белье, пригодится стол для расширения рабочей поверхности. Желательно, чтобы в комплекте с устройством шли запасные иглы разного размера, шпульки и несколько видов лапок. Теперь вы можете подобрать нужную именно вам швейную машину. С вами был ДНС. До встречи!